Здравствуйте! Вы видите наш нынешний флаг, это триколор, состоящий из белого, красного и желтого цветов, и наш герб, это на круглом щите в червленом красном поле на золотой земле, идущий золотой с черными пятнами, барс, позади него семь серебряных гор, первая нижняя гора имеет две вершины, из которых первая выше. Астины принадлежат к индоевропейской семье народов и говорят на языке иранской группы. Кроме иранцев, отдельные группы внутри индоевропейской семьи составляют германцы, немцы, англичане, шведы и другие, славяне, русские, чехи, сербы и другие, кельты, романцы, балты, индийцы, греки, армяне и албанцы. Большинство народов Кавказа входят в кавказскую семью, которая делится на четыре языковые группы. Это Кардвельская группа, Абхазо-Адыгская, Нахская и Дагестанская. В алтайской семье объединены три языковые группы. Это Тюркская, Монгольская, Тунгуса-Маньчжурская. Индоевропейская общность, которой принадлежали предки асинского народа, распалась в раннем бронзовом веке. Выделившаяся из нее арийская или индоиранская общность просуществовала около тысячи лет и в эпоху средней бронзы разделилась на две ветви – иранскую и индийскую. В позднем бронзовом и раннем железном веке иранская общность распадается, давая начало самостоятельному развитию древних иранских народов. Индоевропейская общность, в которой входили предки ариев, германцев, славян, кельтов, греков и других племен, распалась в начале третьего тысячелетия до нашей эры, в раннем бронзовом веке. Из нее выделилась арийская общность, занимавшая территорию Юго-Восточной Европы. Это степные районы к северу от Кавказа, Черного и Каспийского морей. Ариев называют еще индоиранцами, потому что впоследствии они разделились на две ветви – индоарийскую и иранскую. Но несмотря на разделение индоиранцев и распространение до Средней Азии, Иранского Нагоря и Индии, они продолжали именовать себя ариями, а свои страны – арийскими. Например, индийские арии называли свою землю Ария-Варта. В Средней Азии известна иранская страна Ария. От слова «Ариана», что означает «Арии», «Арийский», происходит и название государства Иран и средневековое имя Синаланы. В первой половине второго тысячелетия до нашей эры арийская общность распалась на две ветви – индоарийскую и иранскую. Индоариями называют арийскую ветвь, покинувшую Европу и поселившуюся в Индии. Арии иранской ветви тоже расселялись к востоку и югу, но сохранились за собой и земли прародины – степи между Дунаем, Кавказом и Уралом. В конце второго тысячелетия до нашей эры иранская общность распалась на две группы племен. Это северные иранцы – предков скифов, сагдийцев, бактрийцев и харизмийцев, и южные иранцы – предки медян, персов, курдов, белуджей и других иранских народов. Южные иранцы ушли с европейской прародины на юг и заняли Иранское Нагорье – территорию современных государств Ирана и Афганистана. Северные иранцы вышли далеко за пределы арийской прародины. Бактрийцы, сагдийцы, харизмийцы продвинулись в Среднюю Азию, а скифские племена, никогда не покидавшую общую прародину, постепенно расселились по всему степному поясу Евразии от Северного Причерноморья и Придкавказья до Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири. В первом тысячелетии до н.э. на обширных степных пространствах Евразии сложился скифский мир, хозяйственная и культурно-историческая общность, ставшая выдающимся явлением древней истории. Древнегреческое слово «скифы» принято использовать как общее имя всех северо-иранских кочевников. В узком смысле скифами часто называют только жителей равнин Северного Кавказа и Причерноморья, отделяя их от других близкородственных племен. Европейских савраматов, сарматов и кемерийцев, азиатских саков, массагетов, исидонов и дахов. Расселившись по огромной территории от Дуная до Алтая, разные скифские племена присоединили к себе различные группы местного населения, выработали свои особенности материальной и духовной культуры. Однако общность языка и происхождения, хозяйственных занятий и обычаев по-прежнему объединяла все части скифского мира. В VII веке до н.э. скифы и савраматы разделились и разошлись по разным территориям. Скифы завоевали Северное Причерноморье, а савраматы заняли степи при Каспии, по Волжье и при Урале. Граница между скифами и савраматами прикатана из Дон. В VII веке до н.э. начались походы скифов в Переднюю Азию. Маршруты скифов пролегали по северо-кавказскому побережью Черного моря и через перевалы Большого Кавказа. Скифы расположились на одном из участков главного Кавказского хребта, к северу от реки Куры и к западу от Арагвы, где в то время жили кубанцы, над которыми скифы приобрели политическое господство. Подтверждением взаимодействия скифов и кубанцев является инвентарь могильников позднее кубанского периода, особенностью которого является сочетание традиционных кубанских и скифских черт в моряльной культуре. Пример изображения конского и пешего скифских воинов на бронзовом поясе из Тлийского могильника. В VII веке до н.э. начало складываться в культурное и политическое единство кубанского Центрального Кавказа и скифского предкавказа, что привело к этнической общности. Кубанская культура. Кубанские племена занимали горные ущелья и предгорные долины Центрального Кавказа по обеим сторонам от главного хребта. Историю кубанцев можно разделить на четыре этапа. Это IV и XIII века до н.э. это ранний период, когда на основе достижений Бронзового века Кавказа, Юго-Восточной Европы и Передней Азии формировалась новая самобытная культура. Время с XII по X века до н.э. считается периодом расцвета кубанской культуры, когда она приобрела свои классические формы. Период с IX по VII века до н.э. это этап периода Бронзового к Железному веку и начало активного общения кубанцев со скифами. В позднекубанский период с VI по IV века до н.э. происходило тесное сотрудничество и смешение кубанцев со скифами. Кубанцы никогда не жили замкнуто. Находки кубанских вещей подтверждают постоянное общение и обмен не только с кавказскими соседями, но и с племенами Крыма, Северного Причерноморья, Передней Азии. Особенно интересны и важны связи кубанской культуры с другими высокоразвитыми центрами бронзовой металлургии. Луристанским, Западный Иран и Карпата-Дунайским, Австрия, Богемия, Бавария. Сарматы. В IV веке до н.э. в евразийских степях Восточной Волги началось формирование мощных сарматских объединений. Кроме самих сарматов, в новые союзы вошли и ближайшие восточные соседи и родственники племена Иссидонов, Саков, Массагетов и Дахов, пришедшие из Зауралия и Средней Азии. На рубеже IV-III веков до н.э. сарматы начали наступать на Северное Причерноморье, Северный Кавказ и Среднюю Азию, в результате чего взяли господство над скифией. Скифское население вошло в состав племенных союзов сарматов. Смешение скифов с сарматами облегчалось общностью языка и близостью культуры. Аланы. Это I и IV века. В I веке начинается новый этап в истории скифа сарматов. Большинство их из этого времени известны под общим названием Аланы. Новое имя почти одновременно распространилось на огромной территории на Дуна и на Кавказе, в Азово-Донских и Орало-Каспийских степях. Аланы впервые объединили скифа сарматов восточной Европы и части Средней Азии. В новые объединения вошли крупнейшие сарматские союзы, аорсы, сираки, а также языги и раксоланы, оставшиеся в Северном Причерноморье. В эпоху Великого Переселения Народов единственная продолжательница языковых, культурных и политических традиций скифского мира были Аланы. Аланы разделялись на несколько территориально-племенных групп. Это Аланы-Аурдосцы, восточная часть Алании, Ас-Дегоры — это западная Алания, Туалы — область центральной Осетии, Авсуры — южнее Туалов, Кудеты — к западу от Туалов и Авсуров. Основу областного деления составили древние племенные группы скифосарматские общества, названия которых известны и сегодня. Являясь областными группами астин, дегорцы, иеронцы, кударцы и туальцы, до настоящего времени сохраняют языковые особенности. В Средневековом мире Аланы были известны под несколькими названиями. На западе и на востоке их называли Аланы-Асы, русское название Алан — это Ясы, и грузинское название — это Офси, современная форма Офси, страна Офсети. Аланы в XIX и XVI веках. События, происходившие в XIII-XIV веках, это нашествие татаро-монголы-завоевателя Тимура, привели к полной потере равнинных территорий Аланы. Небольшие по численности группы астин укрепились в горных ущельях. Формой организации общества стали гражданские общины, которые впоследствии привели к образованию астинских обществ. В XV-XVI веках в горах сложились астинские общества, каждая из них занимала определенную территорию. На северном склоне астинских гор расположились Тагаурское, Куртотинское, Лагирское и Дегорское общества. В Центральной Осетии Тарсигомское, Туальское, Урс-Туальское и Якутское. На южном склоне Ксанское, Дзаусское и Кударское. Гражданские общины стали основой более крупных объединений астинских обществ. Общества складывались в единственных границах определенной территории. Как правило, несколько соседних общин заключали союз, объединяя военные силы и политическое управление. В свою очередь, и общества время от времени объединялись для совместных действий. Только в XVIII веке территория, населенная астинами, приобрела очертания современной горной Осетии. В ходе этих исследований были проанализированы образцы популяции коренного населения Кавказа по широкому спектру S&P-маркеров Y-хромосомы. В результате выявили четыре мажорные гаоплогруппы. Эти четыре гаоплогруппы охватывают три четверти генофонда населения Кавказа. Гаоплогруппа G2A1A P18 является мажорной в генофонде астин Центрального Кавказа, где ее средняя частота составляет 67%. У иронцев 73%, у дегорцев 63%. У других народов Кавказа эта гаоплогруппа встречается с частотой не более 12%, в среднем лишь 3%. Гаоплогруппы, распространенные в генофонде европейских народов, не характерны для народов Кавказа, в частности для осетин. Гаоплогруппа R1B1B2M267 встречается у народов Европы в 20% случаев и в степях Евразии в 16%. Но эта же гаоплогруппа встречается среди астин-дегорцев 16%, что может говорить о миграции предков астин непосредственно из Передней Азии. Специалистами Курчатовского центра было протестировано 5 мужских образцов представителей кубанской культуры Центрального Кавказа. У двух образцов из пяти была обнаружена гаоплогруппа Y-хромосомы G2A1A. Эта же группа является наиболее распространенной среди астин, достигает 80% по мнению некоторых исследователей, в то время как среди других народов Северного Кавказа, Балкарцы и Карачаевцы она менее распространена 35-40%. На данном слайде уже вы можете увидеть ту работу, которую мы делали в свете молекулярно-агенетических исследований опухоль среди нашего населения. И в основном, основное место здесь занимают, конечно, раки толстого кишечника, а не мелкоклеточный рак легкого. И также на третьем месте среди других распространенных процессов это рак кожи меланома. И также вы можете увидеть количество положительных и отрицательных, то есть наличие мутаций в определенных генах при определенных типах опухолей. Ну, это данные с того момента, как мы начали работать, точнее, заниматься молекулярно-агенетическими исследованиями опухолей, это неполные два года. Выводы. Остины, как этнос, имеют свои особенности в плане формирования и генетической характеристики, что позволяет сделать предположение о наличии особенностей в молекулярно-генетическом профиле клеток опухоли, возникающих у представителей остиинского этноса. На данном слайде вы можете увидеть источники, из которых мы взяли те данные, которые были представлены на слайдах. Спасибо за внимание. В конце хотелось бы представить вам стату Жоржа Дюмезиля, французского лингвиста и мифолога, который очень долгое время занимался изучением остиинского языка и его происхождением. Остины — это последний осколок обширной группы племен, который античные авторы называли скифами, сарматами и аланами. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...